Малиновка Одинокая волчица Пусть одежду ветер рвёт, ураган пускай рвёт, я по твоей... Здарова, Софья! Всё-таки живой я! Каддафи, ты! Вот Бестолыч! Назар! Ну давай, Назар, рассказывай, как там на войне? Да что рассказывать-то? Попали мы как-то под абсент. Может, под обстрел? Лучше под обстрел, меньше в наших полегло. Ну ладно, что обо мне, да обо мне, у вас-то что? Слышал, у вас власть поменялась? Угу, местами. Да тут столько всего на днях корова окатилась. Может, отелилась? Ну вот и мы этого кота ищем. А вчера, представляешь, кошка отелилась. А бык-то злопамятный. Угу. А ещё у нас на задней... Так, стоп, сельский час. Я чё пришёл-то? Ухожу я. Что? Семья у меня другая. Ах, ты паразит, а ты посмотри, дочки без отца растут. А что, при отце стеснялись? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну всё, девки, дави его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да не бойтесь, он не попадёт. И это ты говоришь отцу трёх дочерей? АПЛОДИСМЕНТЫ Слышь, ты... Сейчас, сейчас, ребят, секундочку. Нифига себе, вы чё, вы так каждую игру делаете? Ну, как бы да, всегда. Юль Владимировна, вам больно. Мне больно, как называешь меня Юлю Владимировну. Вот как знал, дали нам бабу какую-то, она нам всё выступление испортила. Слышь, ты, пензюк, это я сейчас имею в виду не место твоего жительства. Так, всё, женщина, уходите отсюда, я хочу побыть один. О, да у тебя для этого вся жизнь впереди. С чего это? Я, конечно, не Ален Делон и не Брэд Питт. Ну, ну, продолжай. Там до Шаинского ещё четыре листа. АПЛОДИСМЕНТЫ На себя посмотри. Гитлер в юбке. Ну, всё, бородатый, молись. А я не крещённый. А чё так, в церкви двери узкие были. Юль, да ладно, Максим хороший. А почему ты не добавила человек? Пойми, он хамит только тем, кто ему очень нравится. Саныч, они тут охренели все. А, ну, если так, то Максим, вы тоже неплохой человек. И команда приличная. Вот чёрненькая, вообще класс. Маринка, что ли? А ты что, своим, что ли, мина даёшь? Ну да. АПЛОДИСМЕНТЫ Зря, а потом прикипишь, привязываешься, иначе тяжело расставаться будет. Юль, слушай, а ты ничего, внятная. Спасибо. Хочешь играть в нашей команде? Ну, надо же, первый раз. Не я эту фразу говорю, а мне. Ну, давайте попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Да сейчас прям. А вернитесь, я тебя замечу. Улыбнись, я тебя отвечу. Кто знает, может, с этой встречи. Тема музыкального домашнего задания «Живи, играй», а в нашем случае «Живи, танцуя». Поэтому мы покажем литературно-танцевальную композицию «Золушка». Потому что это самая красивая и добрая сказка. Я сказала «добрая». Я сказала «добрая». Сказка. Маленькая дрянь. Работай, а мы на прогулку. Но я хочу на бал. Фея. Идите вы, а я фея. Фея. Идите вы, а я фея. Идите вы, а я фея. Идите вы, а я фея. А подари мне крутой джип. Я приезжаю на бал. Выхожу вся такая. И все вокруг начинают прокручивать варианты, как ты на него заработала. А перед балом я хочу в СПА. А я хочу в СПА. Вон сто. Безобязай прям ща. Ну чё? Сёстры с прогулки вернулись. Мы не опоздали. Судя по песне, аккурат вовремя. Значит так, до балла пять часов, начинай собираться. Пойду переоденусь во всё чистое. У тебя тоже плохое предчувствие? Ну а я пока займусь десертом. Вы ещё нашу маменьку не видели. Мама, когда я рядом с ним, не забываю, где я забываю, кто я. Аппетитная женщина. Вы просто когда издалека в припрыжку шли, думал холодец несёте. Всё, не могу дочерей замуж отдать. Я вот на днях с кавалером рассталась. Ну ты не переживай. Глядя на твои брови, вижу, всё срастётся. Может, потанцуем? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, всё будет хорошо. Кто это поёт? Митя Фомин. Ненавижу Митю Фомина. Ты его даже ни разу не видел. Ты фашизм видела? Нет. Ненавидишь фашизм? Да. Ненавижу Митю Фомина. Хватит! Я вам других женихов нашла. Вот именно так я и представлял себе этих красавиц. У тебя неправильное представление о женщинах. Давай только женщин трогать не будем. Я же говорил. Ты много говоришь. А так можешь? Могу. Так, я не понял, девочки. Вы что, решили прямо во время домашки личную жизнь устроить? Пойми, они нам идеально подходят. Идеально подходят? Вы что, с ними дома в одних трусах сидели и маникюр друг другу делали? Просто они танцуют, а ты... Хорошо. Я сейчас не про свадьбы. Хорошо. Сами напросились. Я собралась. Вот. Наши домашние задания уникальная ситуация. Уважаемые мужчины, согласитесь, ожидая, пока собирается женщина, вы сегодня впервые весело провели время. И вряд ли у вас в жизни будет вторая такая возможность. Встречай, Премьер Лига! Команда, которая может станцевать любую шутку! Зачем тебе такой красивый? Зачем тебе его любовь? Ты понапрасну тратишь силу. Ну, здравствуйте, родные мои. Сегодня я и мой маленький цирк надорвет ваши животики не один раз. Поехали! Али-ап! Вы что за Титаник здесь устроили? Прошу прощения, что начинаю с такой фразы. Девочки, но вы видите себя, как портовые шлюпки. Чего? Иллюминатор прикрой. Слушай, а я тебя нигде не видел. Это ведь твое лицо на банке с тушенкой. А я давно говорил, мелкое по головам пойдет. Марин, я бы на месте твоего будущего мужа научился бы сам галстук завязывать. Чего ты нам хамишь постоянно? А когда я хамил? А когда я фарш крутила, и у меня рука в мясорубку попала, что ты сказал? Успокойся, ты зря себя накручиваешь. Вы только не подумайте, что я плотник. А какой у вас рост? Слышь, недомерок, мы парни двоих девчонок. Ой, правда, что ли? А я же не знал, что у моих теток могут быть такие красивые, стильные, молодые люди. Тяжело, наверное, вам, да? Их-то четверо, а вас двое. И как же справляетесь? Спички тянете? Или, может, как дальнобойщики? Сутки через двое? Да мы в отличной форме! Вы что творите? Вы понимаете, что последний раз Александр Васильевич столько разных частей тела видел, когда в минуте славы что-то не так пошло? Максим, давай договоримся. На будущее все делать сообща и согласовано. Золотые слова. Главное, чтобы у наших на чемпионате Европы по футболу тоже не возникало таких же разговоров со своими ногами. Вот видите, мужчина и женщина всегда могут найти общий язык. Поймите, женщине не так много нужно. Главное, чтобы ее слушали, понимали, оберегали и любили. Во-во-во. Только почему-то делают это абсолютно разные люди. Обернись, я тебя замечу. Улыбнись, я тебя течу. Кто знает, что мы сможем с этой встречи. Да вы, господа, впервые в премьер-лиге на первом канале Команда, которая может станцевать любую шутку. Команда, я тебя течу. Разжирели. Кто разжирел? Ну не я же. И почему Марина не лысая? С чего это? Ну просто я утром после тебя в душ зашел. Думал, ты лысый придешь. Плевать мы на тебя хотели с высокой колокольни. Ирин, в тебе килограмм шестьдесят, да? В Марине где-то сорок пять. Получается, у нас Ольга больше центнера держит? Слышь, домкрат. Приходи вечером в гараж. Там разобраться не будет. Чего ты нас достаешь? Из-за тебя к нам мужчины подходить боятся. Закрой глаза. Теперь повтори. Из-за тебя к нам мужчины подходить боятся. Да что мы его слушаем? Может по коктейльчику? И давно у вас мелкая на стакан присела? Хватит хамить, мы вообще-то девушки. У меня девяносто, шестьдесят, девяносто. Послушай, равнобедренная. Из-за вас все мужчины обречены. И это еще почему? Потому что вы изначально рождаетесь тещами. Ты маленькая теща. Девочки, если уж я не боялся перед церковью в пост беляшами торговать, то ваша пукалка меня точно не возьмет. И я бы на месте твоей подруги не хвастал, что у нее ноги в форме лука. И их еще связывать приходится. Может ты нам еще условия диктовать начнешь? Пишите. Ради такого случая я подготовил специальный мужской манифест. Это должна знать каждая женщина. Мужская рубашка, провисевшая ночь на стуле, автоматически считается выглаженной. Только мужчина имеет право надеть мокрое белье со словами «на мне выскнет». Если закончилось варенье, мужчина имеет право налить в банку кипяток. И как будто компот. И как будто помыл. Каждый мужчина втайне от жены имеет право пропылесосить кота. Чтобы рассмешить в бане друзей, мужчина имеет право сделать из семейных трусов плавки. Потом стринги. А если уж вообще смешно, то и показать девочку. И, наконец, если мужчина несет выбивать ковер, он обязан из него выстрелить по гаражам, как будто из базуки. Не волнуйтесь, это отрептировано. Значит так, сворачиваем аттракцион. С пятого числа начинаем жесткую подготовку к следующей игре. Я не могу. Я пятого парня из армии жду. Чего? Я пятого парня из армии жду. Ты вообще, что ли, тварь? Парни там родину защищают, а она их оптом ждет. За собой следи, у самого пузяка висит. У тебя над кроватью книга отзывов и предложений висит. Просто висит. Вспыли все. Сказала бы я тебе на три буквы. Да ты знаешь силу трех букв. Дом, лес, сад, КВН, мир, труд, май, конь. Конь четыре буквы. То есть труд нормально был, а конь не устраивает? Нет, девочки. Терпение пять, а вот хамить так и не научились. Будем учиться подлизываться. Ну и в конце я хотел бы обратиться к вам, уважаемые жюри. Надеюсь, вы меня поймете. Если наша команда сегодня займет первое место, то я окажусь в компании четырех сексуальных, подвыпивших и очень благодарных мне женщин. И вряд ли у меня в жизни будет вторая такая возможность. Премьер-лига, полуфинал, команда Мисс Мира уходит в отрыв эффектно и неожиданно. Премьер-лига, полуфинал, команда Мисс Мира. Играет-лига, полуфинал, команда Мисс Мира. Зато теперь ты среди нас не выделяешься. И вас не пугает? Что? Что мужик среди вас никак не выделяется? Пять минут не было, они на меня забить решили. Чё опять не так? Встречный вопрос. Марин, вот тебе твоя грудь нравится? Нравится. Как думаешь, это перерастет во что-то большее? А давайте его убьем! И каким это образом? Плачь и смотри. Предлагаю вот эту здоровую еще туда, Чтоб фарш с виноговежьей получился. Достал! Это ты сейчас смелый, А раньше все по-другому было. Обернись, я тебя замечу, Улыбнись, я тебе отвечу, Смешной мальчишка, как же мне жизнь? Где-то послал. Ну все, отвернись, мы переодеваться будем. Ладно, в этом возрасте отвернусь. Я на вас через 50 лет посмотрю. Обернись, я тебя замечу, Улыбнись, я тебя отвечу, Встретимся снова. Пусть свечи сгорели, И кончился в дом, Встретимся снова. Здравствуйте! Что это вы вовсе чистое оделись? Или куда-то собрались? Между прочим, 45, Баба-ягодка опять! Арбуз тоже ягода. Ах так! Ну лови! Я смотрю, у вас на старости лет башни снесло. Вам гусеницы фастом гелем не смазать? Ну все, отвернись, Мы переодеваться будем. Ладно, и в этом возрасте отвернусь. Я, походу, во всех возрастах тупанул. Ну и прежде всего хотелось бы сказать огромное спасибо нашим братьям и сестрам по сцене. Это участникам школьной лиги КВН города Москвы. И чемпионам Пензенской областной лиги КВН 1963 года. Ну и в конце я хотел бы обратиться к другим командам, которые сегодня тоже борются за место в финале. Уступайте места пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Вообще-то у нас родители в зале. Максим, очень приятно. Обернись, я тебя не чу. Улыбнись, я тебя твечу. Кто знает, ты сможешь... Наша команда, как никто другой, знает, что когда встречаются мужчина и женщина, начинается маленькая комедия. Динок! Макс, открывай! Слушайте, походу, моя из командировки вернулась. Хотя, если верить анекдотам, это моя функция. Так, девочки, работаем по старой схеме. Если пришла, смотри, как я без тебя. Я так устала! А ты что в каске? А я вот ремонт затеял. И мебель новую купил. И холодильник. Ну, посмотри, какие дыни. Ну, не закрывай. Пусть дыни немножко подышат. Ну, шкаф, конечно, отвратительный. А теперь ты мне. Эй! Ты что, как маленький? Я минутку на диване поваляюсь? Конечно. Мне такое пару раз даже снилось. Может, хоть телек посмотрим? Ну, давай, но только он рябит. Ну, давай, работай! Ммм, и торшер новый. А что, лампочка не работает? Перегорела. Ты что из меня дуру делаешь? Ты думаешь, я не вижу, что все это бабы? Че, уставились? Глаза по пять копеек. Ммм, глаза по пять копеек. Как слоган у дешевой донорской клиники. Пошли вон отсюда! Все, больше между нами ничего не будет. Вот, только женщина может сказать, только между нами ничего не будет. Одновременно и утвердительно, и вопросительно, и с надеждой. Ну, зай, ну ты че? Ну, помнишь, как нам было весело вместе? А помнишь, как мы вместе в душе были, а потом еще ты пришла? А помнишь, когда ты заболела, а аспириды не было, я тебе в бокал карбиды накидал? Ты же потом про ОРЗ вообще на год забыла? Ирина, ну люди, которые могут быть дураками друг друг другу, не должны расставаться. Ну что, остаешься? Да. Вот, только в КВНе возможно, чтобы нормальный мужик предпочел одну гордую 20-ти гибким. Ну и в конце хотелось бы сказать отдельное спасибо КВНу, единственной телепередачей, которая не подкладывает смех под маленькие комедии. Делай вещи, делай лучше, чем другие. Делай вещи и подхватят остальные. Все опять, все опять повторяется. Все опять, все опять. Сейчас, не дождетесь. А что такая конструкция простенькая? Ничего посложнее, нет? А что такие аплодисменты слабые, как у Дорна в Махачкале? А между прочим, это сложно. Внимание на экран. Итак, Марина весит 53 килограмма, Ирина 57, Ольга 60. В итоге нижняя держит 170 килограмм. Что равно массе дикого кабана. Депутата Митрофанова. Хотя я это уже говорил. Два Сергея Жукова, 97-го года. Или один 2013-го. Ну и два кролика и пару минут. Мать моя, качает через торренты. А вы что, в позу-то встали? Вы же у меня красавицы. Бровки полумесяцем. Спасибо. Возле них, поди, каждый вечер мусульмане собираются. Вот как знал, пора вам замену искать. Любимая, выходи. Другая женщина. Другая женщина. Вот, девочки, знакомьтесь. Ты кого привел? Она вообще не из Пензы. Это уже возвышает ее над вами. Выгни ее из команды. Я не могу. Я уже дал им имена. Она похожа на девушку легкого поведения. Это, конечно, по женской логике, меня должно крайне отпугнуть. Да она больше похожа на мисс Мира, чем вы. Ну все, думаешь, ты незаменимый? Гоша? Московская ночь. А за одного уголка в земле. Чудо есть в лунный ветер, в лунных света. Батюшки тебе отпевать отказались. Чуешь, чем пахнет? Это дольчонгабана. А я бы не гордился, что от тебя какими-то двумя мужиками пахнет. Слушай, давай поговорим по-мужски. А ты плохой, мальчишка? Да. Встань в угол и слушай, что нормальные мужики говорят. Мужчины, помните, вы имеете на это право. После того, как мужчина воспользовался зубочисткой, он обязан разломать ее на максимальное количество кусочков. Мужчина хотя бы раз в жизни обязан попробовать встать из положения лежа сразу на ноги, как Джеки Чан. Мужчина имеет право бежать пальцами по перилам эскалатора. И при этом периодически делая как бы большой прыжок. На самом деле не важно, мужчина ты или женщина. Главное не смешивать. Максим! Ну ладно, если нравится, пусть остается. Ну и в конце нам хотелось бы принести реальную пользу людям, поэтому совет. Мужчины, помните, если девушка после секса говорит вам, это было великолепно, проведя время с тобой, я поняла, что ты тот самый единственный, с кем мне было по-настоящему хорошо. Она вас обманывает. Потому что если бы ей было действительно хорошо, она не смогла бы составить сложно подчиненное предложение с депричастным оборотом. Мы решили рискнуть и показать, что в первую очередь мы женская команда. А вы что так вырядились-то? Мы решили быть красивыми. А в Москве все красивые люди так выглядят. У нас на макияж шесть часов ушло. А это заметно. Я когда на твои брови смотрю, вспоминаю, как меня за одну сплошную штрафанули. А вообще, знаете, нормально выглядите. Особенно Кипелов, вот необычный. Какой Кипелов? А вон стоит. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Так, все, пошли вон. Один буду играть. Тем более, по такому случаю я подготовил специальный мужской кодекс правил. Каждый мужчина имеет право не заправлять кровать. А когда приходят гости, просто закрыть дверь в ту комнату. Мужчина имеет право через дырку в кармане почесать ногу. Мужчина имеет право не стучать в дверь, а зайти со словами тук-тук-тук. И, наконец, каждый мужчина имеет право во время секса посматривать, а что там идет по телевизору. Так, кто здесь старший? Ну, именно здесь. Младший старший. А вот сейчас мне реально страшно. Может, у них еще и клички соответствующие? А если нет, значит, смотри. Ты будешь кабан. Кого? Ты лысый. Черт. Ты будешь тупой. Окей. А что у вас Кипелов молчит? Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Слышь, ты что такой разговорчивый? А я в соцсетях не сижу. Слушайте, а наденьте очки, рукава закатайте. Так у меня для вас и музыка подходящая есть. Это Сан-Франциско, город стилю диска. Это Сан-Франциско, тысячи окнений. А что вы смеетесь? В 90-е и Кабан, и Кипелов, и даже тупой под кармен танцевали. Ну и в конце хотелось бы... Максим, ты это, извини нас, мы погорячились. Давай играть как раньше. Как раньше? А давайте. Пусть говорят, что ты некрасива, некрасива и не стройна. Пусть говорят, что несчастлива, несчастливая. Ты их не слушай, их не слушай. Ты их не слушай. Тема конкурса «Своя игра». Мы поговорим о любовных играх. Жизнь в городе начинается, когда в него въезжают гусары. Милые дамы, разрешите представиться. Поручик Аткин, честь имею, и вы в планах. Значит так, Корнет, сейчас быстро напоишь наших лошадей, а я пока с этими переговорю. Шампанского всем не хватит, поэтому вы две свободны. Ходите, смешную историю расскажу. Помню, как-то у меня теща в погреб полезла. И я, чтобы над ней посмеяться, горсть земли туда бросил. Как вам не стыдно, мужлан? Женщины любят нежных и ласковых мужчин. Проблема в том, что нежные и ласковые мужчины не любят женщин. Вашими бы устами да дырку в ванной заткнуть. Так, я не понял. Ничего, вас завоевывать теперь придется? Да, будете отвечать на мои вопросы. Это что, своя игра? Ну да. Ты смотри, как в тему спопала. Мои любимые цветы. Любые нечетные. Ты ничего не заметил? В программе Фазенда новый ведущий? Или это только я заметил? Кто поет эту песню? О, боже, какой мужчина? Любая подвыпившая русская женщина. Поручик французы совсем рядом. Слышите? Кто-то картошку в погреб сцепает. Так, все, идите. Не отвлекайте меня. Так, на чем мы там остановились? Я решила. Идите на войну, вернетесь, вот и поговорим. Я не хочу на войну. И сказала, идите. Прощайте. Все, я на войну. Я нормально выгляжу? Идите уже. Все, я на войну. Купить что-нибудь? Идите. Все. Закончилась война. Я сказала, идите, паручи. Ай! Мой город тает на глазах. И крыши идут на домах. А я безумно.